В северо-казахстанской области резко возросло число интернет-мошенничества. Среди самых распространенных видов афер — онлайн-кредиты. Только с начала года полицейские раскрыли больше 130 подобных преступлений. Почему люди продолжают попадаться на уловки мошенников, выяснял Ануар Амангельдинов. Товарный кредит — самый излюбленный и проверенный прием мошенников. Этот 18-летний парень таким образом обманул десятки граждан. Сначала он обещал людям приобрести телефон по выгодным условиям, затем оформлял технику в кредит и перепродавал ее. В качестве своих жертв аферист выбрал исключительно молодых людей. В результате ему удалось провести махинацию на сумму в размере 4 миллионов тенге. Все заявители являются студентами учебных заведений города Петропавловска. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190, часть 3, пункт 14 Уголовного кодекса Республики Казахстан, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет проводится от необходимых следственных действий. Нередко аферисты представляются сотрудниками банка. В регионе это один из популярных видов мошенничества. К примеру, этот мужчина оформил кредит на 10 миллионов тенге. Однако деньги так и не поступили на счет. По Ватапу позвонил, мне то, что доверие внушило, потому что там шли звонки. Люди когда звонили, сотрудники поднимали, представлялись, Альфа-банк, все как. Вы подтверждаете оформление кредита, сколько вы берете кредитов. Как бы вот это меня и это не сильно смутило. По данным областного департамента полиции, в регионе уже зарегистрировано более 600 подобных случаев. По результатам мониторинга правоохранители с начала года проверили 1350 объявлений оказания услуг. Больше сотни из них заблокировали через администрацию сайта.